Всем приветик, ребята! Как у вас дела? У нас отличное утро. Сейчас еще очень рано, и в последнее время я начала ложиться не в 9 вечера, а где-то в 10 и в 11, но вставать так же рано. Мне это вообще, это такой прогресс, мне это так радует. Это, не знаю, мне кажется, возможно это потому, что я днем немножко сплю, там 15-20 минут иногда. А после дневного сна, где-то после трех, я очень люблю кататься на байке, ну так тренироваться, куда-то съездить туда-сюда, у меня вот в это время больше всего прет на нем. Иногда, знаете, с утра сяду и вообще никак, ничего не получается, как-то вот еду в крифе в кость, такая еще не проснувшись, вообще лучше не кататься. Лучше кататься, когда, ну пока ты только начинаешь, когда действительно вот все, сейчас вот все хорошо, я села, все классно. Ну наконец-то выбралась байк помыть, а то все время приезжаю туда после обеда, а они уже закрыты. Сейчас решила до обеда заехать, надеюсь, открыто. А это, кстати, я сейчас от дома иду, смотрите, у нас так же, такая улочка узенькая, везде местные живут, петухи орут. В общем, все, 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 все в классике, все вот так, как и везде. Вау, вы посмотрите, что они тут развесили, какие штуки красивые, батик. Ой, тут Будда и всякие мандалы и... Вау, класс. Очень интересно. Это они, наверное, после свадьбы, все это, после церемонии постирали, все собрали. Класс. Хорошая погода сейчас. Я уже думала, сейчас только ноябрь все сразу нас зальет. Нет, ноябрь пока что стоит хороший, учитывая, что мы вообще-то в Убуде. Это считается Балийским Питером, где всегда влажно, всегда облачно. Смотрите, какую желтую веску тут моют. Ух, все, кайф. Очень красивая мотоцикла. Интересно, тяжелая или нет. Я бы себе такое взяла, просто погонять. Типа это красиво походка все с ним. Всем привет, ребята. Мы приехали с Пашей на объект, в кафе Веспа. Веспа находится прямо рядом с нами, я не помню, снимала тут или нет. Тут очень вкусное, очень интересное блюдо. И, ну, слегка дороговато. Слегка дороговато. Я сейчас заказала себе яблочную компетчу. Это такой напиток здесь очень распространенный. Знаете, как чайный криф. А вот наш заказ. У меня зеленый карим. Такой с курицей. Написано тайский. Посмотрим, кстати, бананов. А у Паши бургер совсем вообще, со всеми добавками. Там и рукола, и бекон, и яйцо. Вот такой большой крутой бургер. Надеюсь, у меня не очень остро, потому что я уже вижу, тут перец лежит. Такой жиденький. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А счет в этой кафешке составил 15 долларов. Но это считается не кафешка, а ресторанчик. Поэтому такие цены не дешевые. А я сейчас приехала на водопад. Я решила наконец-то поехать куда-то, кроме уже известных дорог. Потому что, может быть, в будущем я планирую поехать в Чунгу, а это километров 30, наверное. Решила понять, как я себя чувствую на чужих дорогах, на другом движении. Все-таки у Буты это, конечно, хорошо. Но пока нормально. Нормально добралась сюда. Дорожка тут так себе на водопад. Я уже раздуваюсь, потому что довольно скользко. Я читала, что на этот водопад, конечно, нужно приходить купаться. Потому что самые лучшие красивые фотографии получаются. С того места, где нужно проплыть. Ну, посмотрим. В следующий раз обязательно приду с купальником. Подготовленные. Вот как я водопад увидела. Понимаете? Надо было купальник брать, чтобы поснимать. Надо же так, людей много. Хотя вечер, я думала, уже не... Ну, обычно активность такая с утра, по вечерям особо никто не ездит. Но я была не права. Людей много. Водопад находится недалеко от Убудов, что удобно. Но неудобно то, что я не могу его снять. Смотрите, он там все стоят, снимаются. Здесь надо приезжать с кем-то, чтобы сделать красивые фотографии на фоне него. Я знаю, тут поблизости еще один водопад. Туда точно не нужно приезжать в купальники, чтобы его увидеть. Но, наверное, я до него уже не доеду. Всем приветик, ребята. Сейчас смотрю свое видео на Ютубе. Ютуб ввел новую фишку премьеры. И тут как бы все должны прийти в одно время, смотреть вместе со мной видео. И у нас тут чат есть, типа обсуждать все. В итоге, что-то, наверное, чат никто не открыл, поэтому я тут пишу одна. Вот смотрите, как это выглядит. Идет сейчас видео. То есть оно в час дня у меня для всех началось. И я тут пишу в чатике. Там еще за 2 минуты до видео такой эпичный отсчет. Вообще прикольно. Ребята, в общем, если премьера будет, обязательно не забывайте открывать чатик. И мы будем с вами смотреть вместе видео. Это забавно, жалко, что никто не пишет. Хотя написано, что 8 человек смотрят вместе со мной. А вы уже видели эту фишку на Ютубе? Как вы к этому относитесь, к этим премьерам? Некоторые говорят, что это немного вводит их в заблуждение. И они путаются. Но я понимаю, что все новое сначала воспринимается так, что да, что непонятно это. Но потом, если эта фишка приживется, мне кажется, будет очень интересно. Я с удовольствием буду присутствовать на премьерах своих видео. И буду с вами общаться. Решили с Пашкой поехать покушать и закупиться одновременно. У нас в магазине, который называется Пипитто. Такой европейский магазин с такими ценами. Есть еще еда вкусненькая. Мы хотим там покушать. Вот он, супермаркет Пипитто. Большой довольно. Внутри, к сожалению, снимать нельзя. Но я потом по итогу покажу, во-первых, что мы купили и что мы заказали покушать. Пипитто мы заказали два десерта. Смотрите, какую курицу нам принесли. Курицу. Жесть, заказал курицу, принесли уже с Ериной. Кстати, как она? Что значит, как она? Я хотел ее попробовать, но мне принесли с Ериной. А, ну вот с Ато Аям как раз, правильно. Мне кажется, я плюнула. Мне принесли. Ты плюнула? Да, я плюнула в социальном, чтобы забронить быстро тут. Ну, какой-то неправильный Сато Аям. В смысле? Там должны быть кубики. Кубики это в бакса. Во-первых. Погоди, так, вот с этого момента поподробнее. Во-первых, вот. А это не бакса? Нет. Покупали, главное, это же видео начинку. Только бульоном залили и все. Ладно. В общем, вот это. Так, курочку это мне сейчас. Сейчас мне еще принесут курочку. Чего-то я сегодня двойную порцию курицы заказала. Ага, отлично. Так, а что, заплатила за кофе? Нет, за кофе не заплатила. Ну, гуляем. Надо не заплатить, заплатить. Не заплатить. Питнись. Нет, сначала поем. Так, мне охота это попробовать, но я еще хочу свое блюдо. И вот я хочу это попробовать. Вообще-то на двоих взяли. А, острое? Нет, я не хочу. Реально острое. Ну да, тут на самом деле... Максимально острое. Местные кушают, поэтому да, понятно. Вот, и еще одно мое блюдо. Вместе вышел счет на 8 долларов. Отлично, ты знаешь, что? И вкусно. И особенно у Паши, наверное. Паши в восторге. Он, кстати, острый. Но он реально вкусный. В общем, неплохое местечко для того, чтобы покушать. Правда, у Паши суп вообще такой был прям горячий. Очень чили. А так блюдо 1-2 доллара. Плюс десерты тоже недорогие. В общем, такое место хорошее для того, чтобы просто поесть. Ребята, закупочки у нас не получаются, потому что... Мы вспомнили... Салоя? Прикольно. Сейчас выбираем ель для душа. Берем? Да, потому что мы вспомнили, что мы завтра отчаливаем. Мы хотим поехать на Балиан на серф-соревнования. Поэтому закупочка нам не нужна. Пришли дома, у нас это убирают. У нас убирают 2 раза в неделю. Один раз прям генерально. То есть меняют постельное белье, полотенце. А вообще, просто каждая уборка, это просто подметание полов и мытье. А еще замена цветов. Смотрите, нам принесли. О, класс. Обожаю цветы. Те у нас уже завяли и нам поставили новый. Просто няшка-милашка. В общем, я хочу себе каску купить. Почему? Потому что мы сейчас приедем в Таиланд. Паш, есть нормальная каска, а мне придется опять с этой шапкой танкиста ездить. И тем более, если я хочу... Ну, короче, я не хочу ту каску, которая будет у нас, скорее всего, в Таиланде. И здесь я хочу купить. Здесь очень хорошие каски. Тоже, по-моему, в Таиланде, я не знаю, есть хорошие или нет, не помню. Но здесь точно классные. Сейчас поеду, повыбираю. В общем, ребят, выбрала я. Стоит 20 долларов. Вот такой шлем. Я знаю, что в Таиланде они могут и дешевле стоить на самом деле. Я видела там уже 10 долларов. Но просто в Таиланде у меня не было подходящего размера. А этот идеально мне подошел. Мне он очень нравится. Я рада, наконец-то. Наконец-то хороший шлем. И свой. Я буду первее его таскать с собой. Мне даже дали сумочку. Всем приветик, ребят. Я сегодня к Лене заехала в гости. Я у Лены покупаю одежду. Мне очень нравится. Сейчас вы меня можете просто закидать камнями. Но я вам покажу, что мне понравилось. У нее последнее прибытие. Новиночка. Платье из Индии. Вы посмотрите, какие здесь узоры. Вы просто посмотрите. А вот пони. Это пони. Офигенное, офигенное платье. Видно лошадок. Лошадки. Лошадки наши символы. Вот и все. Лошадки наши символы. У меня сегодня такой день хороший. Получилось все то, что я обработала несколько видео. Сейчас еще планирую, кстати, сделать парочку, может быть. И то, что покататься успела. А еще то, что шлем купила. Ой, все. Мне так нравится. А еще я сегодня одела своего верблюдика. Мне мама его давно еще подарила. Но у меня не подходили к нему серебряные цепочки. Поэтому я взяла такую замшевую ниточку. И вот так его здесь сделала. Мне кажется, прикольно серенькое. Еще я сделала так, что можно регулировать. Можно чуть-чуть подлиннее сделать, а можно чуть-чуть покороче. Сейчас буду дальше видео делать свои. Поэтому хотела попрощаться. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Нажимайте колокольчик, чтобы, знаете, вот когда премьера будет, чтобы ее не пропустить и посмотреть вместе со мной. Всем пока-пока. А Паше понравилось мое платье. Понравилось? Да. Паша понравилось мое платье с лошадками. Но только сначала он долго смеялся. Это уже что-то. Если он говорит, что здесь нужно просто другой аксессуар, значит, аксессуар, значит, ему как бы он думает.